Братья, можете задавать вопросы Игнатий Тихонович на месте Да Игнатий Тихонович, мир вам С миром Давай помолимся, чтобы пятерки получал Слава от своего сына, святому духу Вот Иоанна 3.9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха Потому что семя его пребывает в нем И он не может грешить, потому что рожден от Бога Это вот одна сторона вопроса Вторая сторона Иоанна 1.8.10 1 Иоанна 1.8.10 Если говорим, что не имеем греха Обманываем самих себя, истины нет в нас Если испоедуем грехи наши То он, будучи верен и праведен Простит нам грехи наши, очистит из-за всякой неправды Если говорим, что не согрешили То представляем его живым И слова его нет в нас И вот диссонанс Как получается, что рожденный свыше не грешит А с другой стороны Если говорим, что не имеем греха, то обманываем А с другой стороны говорится, что не рожденный свыше грешит Говорится о первоначальной стадии Когда люди говорят, что надо покаяться А что я сделал? Что я из дома мешок муки украл, детей не накормил Пока он не покаялся А когда уже рожденный, а который грешит А там нет рожденного свыше Это люди мира сего А в чем говорят? Я ничего не сделал Никого не убивал Вот все согрешают Много или мало А когда уже Господь обращает человека У него внутреннее состояние не приемлет грех Не надо там Вот если курил, то теперь поменьше, поменьше Папиросок и скурю Не надо Отвратительно все делается И не грешит Почему? Он не может Даже хотел бы Как бы хотел кто-то Никак нельзя Вот я считаю, где, допустим Такой-то, такой-то там Хворостовский Там-то где-то пел все И голову поворачивал Летят журавли Помер Заказал пепел Разделить на обещастие И все Какие жены там Вся англичанка Все отошло оттуда Поют о совершенном А совершенно несовершенное Вот сейчас христиане этот Поставили небольшой фильм Павла Лунгина, видимо Который остров Режиссер был Ну и здесь на это смотришь Она женщина такая Ее убеждают, что Бог прощает Она говорит И свекается А я не каюсь Я проститутка Мне жить не на что И вот кто это видел Фильм это Довольно так это И батюшка там Тоже на грех наталкивает Ее А не надо на это Я не верю И все Я не христианка Так Очень даже просто Первый раз говорится О состоянии человека Павел говорит Все мы То есть это общество А не Павел Он говорит По правде законы Не порочны Парисея Парисея Когда хочу делать добро Придлежит зло Это он говорит О человеческой природе А не о своей Преображенной У него этого не было Тут же надо делать Разделение Все Но при этом Тут же пишут Что есть грехи Не ко смерти Я правильно понимаю Что мы не можем Не грешить Тут даже не рассуждается О смерти Грех или не о смерти Вообще Вообще У верующего Рожденного Свыше Его туда не тянет Он не может То есть Это ему кто-то помогает Где-то сделать Дьявол Где-то обуревает А если он молится Как постому молит Он не может приблизиться Вот Аверки Изгоняет А дьявол Внутри Бес там сидит А куда я пойду Он разделил его рот И говорит Весь в меня Он как ошпаренный Выскочил Сразу В пустыню Почему Потому что Аверки Мы это не видим А дьявол видит Пламя огня Читаем Иоанна Наговородского Иоанна Когда Демон Гремел на молитве Зарезка Рухомойник Он перекрестил Его запечатал А почему Он орал там Беста Потому что Вода делается огнем Вот Павел Препростый Престали Истрелить Антоний говорит Я не могу Это очень сильный демон Это только Павел Препростой К нему пришли Он говорит А я какой К Антонию Он говорит Антоний к тебе послал Послал Тогда другой раз Говор А там Жара какая Там Под 50 градусов К валу Он на этом валу Заскочил Ноги дымятся А ему нет Говорит Так бес Который огонь На тебя Завопил тебе Бес И сразу высвечил А грешил он Сколько Не было этого А чем согрешал Антоний Ничем Почему Их называют Ангел на небе Или человек Ангел на земле Или человек на небе Еще мы можем сказать Павел грешил А чем он грешил И он крестил Креститель Грешил где Или он богослов Где Нет этого Он не может Не может У него руки Связаны Этот грех Он хотел бы Это сделать Там украсть И он сразу Бьет Говорит Трясучка Он только Нож берет Может быть И думал Я завоевать буду В это время Рубит себя По руке Дрова колет Или что-то И вот Все понял И он не может Все У него руки Обе скрученные Вам хотелось бы Отомстить Я говорю Хотелось Я не скрываю Ну как Чтобы Господь Хоть огненным Пламенем Но спас на земле Чтоб человек Вот вражующий Против меня Не попал в ад Я Богу доверяюсь Я прошу Господи Если какие Наказания нужны Так а ты сам знаешь Чтобы он обратился Чтобы он Понял Что за гробом Нет покаяния Вот я Позавчера Тут кажется Ну да Воскресенье было Уже Позавчера Кто-то звонит Непрерывно То на мой телефон Набильный На мобильный Вот он мне какой-то И на стационар Ну в общей сложности Я посчитал Примерно 70 С лишним Звонков было Угрожает Матюгается Ну а кто-то Из ваших Тут Куторые были Не знаю Вячеслав Или кто Говорит Так надо сообщить Полицию-то Я не стал Спорить Я позвонил Я сразу Взял трубку Рассказал Я говорю Я не знаю Кто откуда На угрозы Ну и уже Только я говорю Это Я не знаю Прошло часа два Кто-то звонит Я сказал Кто будет звонить Если от вас Сначала пусть скажется Какое отделение полиции Они не говорят Они им не сказали Они звонят Я не отвечаю Потом глянул У меня наружено Наблюдение Я вижу Полицейская машина стоит Но они меня называют По имени Отчеству Я не отвечаю Потому что Я не знаю Кто звонит Если тот Кто звонит Я отвечу Он тогда Меня будет Долбить И долбить А так Я хоть через полгода От него отойду Я не отвечаю Ни одного слова Ни одного звука Но видимо Все-таки Они там А я после этого Позвонил в полицию Говорю Ваши подъезжали Я не мог ответить Мы же договорились Сначала Чтобы вы сказали Кто вы такие Кто звонит Мне Звонит там Мы Видимо Там достучались И оказался Человек Сахалина И там все узнали Кто это И знаешь Кто-то Или полицию узнали И видимо Там что-то было А он сейчас Открывай ворота Мы подъехали Мы с тобой Разберемся Такой-сякой Кривой И все И больше ни одного звонка Не было На меня один нападал Такой Мои рисунки Рисунки жены Там голову отрезал Всякие мерзости делал Фамилия у Алмазов Алмазов Сударбек какой-то В Казахстане И мне тоже тут один Связан с этим С юстицией Говорит А почему не обращаетесь Я говорю А что А он непрерывно Людей там отвращает Против Я позвал местную прокуратуру Местное зарядило туда Я не знаю Сколько времени прошло А они отвечают Веры приняты Все Как потонул Больше ни разу не вышел Оказалось У него дома Притон Проституток Он орвался Наконец Так этот И вот мне что надо Конкретно И там видимо Умеет как-то отвечать Больше звонка Ни одного не было Я записал Момер его Когда разговаривали Кто воскресенье был-то Ну я Сказал Я говорю Запишите Ну кто тут На наши люди-то были Я вслух Прочитал Вот Семь Девять Два Четыре Два Восемь Пять Три Ноль Три Восемь Все Что там было Как Но звонка Ни одного Больше не было А бывает у меня За ночь Звонком Семьдесят Значит Я живой Мешаюсь им Ко мне записки Подбрасывали Дети Которые воровали А я их захватил И С ними занимался А родители-то видят Они не такие стали И были угрозы Угрозы Я говорю Я не могу оставить Это ваши дети Они погибают Воруют Рядом поезда Останавливаются И поезда грабят Один раз Рано стущат Я вышел Ну вижу уже Светает А они целые ящики Вот такой высоты С топой С виноградом Дедушка Вы нам о Боге Рассказывали Так вот мы вроде Подарок привезли А где взяли Да вон поезд стоит Ребята Я буду говорить Когда все обратно вернете Вот как А родители Мне записки подбрасывали Если будете С нашими детьми Лезть туда То мы найдем Вам право И ничего не было Вот как Отошел Спасибо Христос Для православных Человек Рожденный от Бога Не грешит Не может грешить Это Еретические слова Другое дело Яко свинья В калу лежит Оооо Покаянный канун Свинья Да в кале В своем Свинья Никогда не лежит В кале Она чисто плотная За животное Но так написано В кануне Так это не все Господи помилуй Сорок раз Что Бог глухой Да это насмешка Больше двух раз Нигде нету В Библии Но мы говорим Три раза Ну сорок раз А армяне сто раз Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй И что это Богу надо Ты один раз скажу Вот утром Кто с нами С нами Кто из вас не был Приходите на По нашему В пять Начинаем мы молиться Ну По вашему По Москве Там сейчас ночи Побудьте Хоть раз На нашем утреннем Богослужении Полчаса ровно Молитва После этого Чтение Нового Завета Столкования Блаженов и Филакта И Каримов Михаил Читает Одну из проповедей Моих Седьмого тома А почему седьмого Потому что До седьмого Меня никто не просил Проповеди сохранять А их там Тысячи ушли Вот и все Стихи писал Сколько Не говорили Я так Напишу Где-то там Поздравят И все А когда сказали Сохранять Я сохранил Даже черновики Три тысячи Четыреста шестьдесят семь По девять куплетов То есть Четыре тома По восемьсот страниц Меня все время Надо кому-то толкать Вот Если бы не сказали Я бы Даже ничего Считаю Что Я не Поэт Нет везде Поэт И писатели Ну Кому как Кажется Толкование Толкование Которое Тут дается Откровение Лучшего Нету Вообще Нету Нигде Нигде Я считал Там разные Которые Знакомые Священники Там что-то Пытаются Это отец Геннадий Фаст Из Менонитов Пришел В моем доме Вот недавно Как первая Беседа была Записана Пол пятого Утра Закончили Наверное С десяти вечера И как он Постепенно Сдавал позиции И наконец Уверовал Все Я православный Некоторые Этого не знают Как делает Бог делает Это Я там Проповедник Миссионер Я никаких Прозвищ Тебе не давал Я просто Люблю Господа У меня один ответ Я христианин И он говорит Я понял У баптистов У минонитов Там адвентистов У них от головы Православных толкований От Духа Святого Вот он сейчас Магистр Сколько у него Книг вышло Вот он Когда приезжал В Барнаул За прошлом году Наверное Мы встречались Несколько раз И сейчас Вот где Ну Объявление О книгах Что издавать И там Николай Астахов Это делал И сделал Показал нашу встречу С отцом Геннадием Мы стоим И он как Издалека Оттуда берет Ну Как мы беседовали Его слова Как он Постепенно Я говорю Задавайте вопросы Он говорит Я самый точный вопрос Знаю у баптистов Он к баптистам ходил Это о крещении И когда я Говорит Кончил Игнатий сказал Говорит Все ложь Я говорю Так как же так ложь Все наши братья Так учат И все Но когда все было Разложено Как о тысячелетнем Царстве Они приводят Четыре места Я им 72 места Из Библии Не глядя Библию не открывая Назвал И процитировал По душу обращаются Почему Дух Святой Не я Я ничего не знаю Вот сколько Ко мне заходят Опять сегодня Уже двое Вы мой Духовный отец Я уже пять лет Вас смотрю Я обратился Сейчас семья Вся пришла Там мусульмане Один обратился Сейчас еще трое Там Я ничего не знаю У меня нет Образования Ни гуманитарного Ни религиозного У меня просто Есть любовь К моему Господу К Его Слову Вот так Братья Если какие вопросы Есть Можете задавать Игнатию Тихоновичу Мир вам Игнатий Тихонович С миром С миром Алексей У меня У меня Вопрос К вам В общем Вот Живу я Ну в ПГТ Так известно Как В общем Если вот Есть такое Знание у тебя Что вот Работая весной Летом Осенью Есть возможности Зимой быть без работы Можно ли запасать Продукты на зиму То есть Или хотя бы Деньги на продукты Чтобы зимой Ну жить Как-то Или это Любостяжание Называется Вот там говорится Христос Говорит Что Собирайте себе Писания в этом Могут меня обличать Или Можно это делать Где есть холод Как в Сибири На это посвящается Целое лето Для скотины готовят Для птиц Для пчел И тем более Для человека Вот мы приезжаем Из деревни Лето проходим Четыре месяца Там А восемь здесь Мы видим Картножку Морковку Тыквы Что там еще Достали Сотовый мед Разные ягоды Варенье А как по-другому По-другому никак Это самое доброе дело Об этом Библия говорит Что наступит время Когда собирать поздно Это как Нежатая полоска У некрасного Заболел хозяин Ничего и нет Остальные Хоть помер Иди Хоть помирай Простите Игнать Ильич Так это Да Так это же Вы Игнать Ильич Говорили Что пока Есть возможность Набирать Ну Я не помню Может я ошибаюсь Это вы говорили Что нужно Как бы Ну На Питание Там Сберегать Как-то Сейчас Такое время Тяжелое Вы говорили Или нет Так ты что Заваришь В городе покупать Или сам Готовишь это Ну Я Сам Готовлю Это Ну Хорошо Что ты сажаешь Что на земле Сажаешь Ну Вот у нас Допустим Староста Он Что Ящмень Пшеница Горох Лен Гречка 1200 гектаров А когда он будет Готовить то Летом готовит Написано Муравей Летом Притча об этом Говорит А зимой Поищешь Да нету Тут и вопрос Задавать не надо Даже Да Спасибо Христос Я просто Знаете Всегда У меня был Такой момент Когда Ну Зимой Работа будет Все нормально Будет А потом В этом году Произошло так Что Сложность Произошла И ты думаешь Почему не запасала Это раньше Ну как бы вот так И сейчас уже пришел Теперь Ну как бы опыт Понимаешь Что запасать нужно Ну если бы не запасали Все умерли Как Картинок Где возьмет Летом Заготавливают Траву Косят Зароды делают У человека Закрома Амбары Мельница А где Зима ничего не дает Кроме охотникам И рыбакам И то это С большим Дается Игнатий Молитесь Чтобы бегство Не случилось Зимой Или в субботу Когда ничего нету Это духовно Начнутся голод Вот как сейчас Показывают Там Библии На Украине Жгут Библии Написано Всех сектантам Натравили Против русских Я частый королик Посмотрел это Даже не верится Прям Библия Большая В твердом Переплете Он все Лежит и бросает Туда Библию За Библией Это русские По-моему Приводы Или кто Обидно за Китом Даже Гитлер Не делал этого Это уже Дальше Дальше Некуда Нацизм Это Это сатанизм Никакой Даже не нацизм А Библия Здесь Христовский Так Надо Заготавливать Не разрушать А идти Заготавливать Да Игнатий А Библия Здесь Причем Они Ну Русских А Библия Здесь Причем Она Как бы Нейтральная Библия Так Алексей Я все Ответил Заготавливай Прости Христов Извините Вопрос Зак Вопрос Подбивает По-другому Я ответил Я должен Умереть С голоду Вот так Брат Русский Человек Какой Смелый Так Никого Нету Я Отхожу Игнатий Тихонович Это Стефан Ну Что Так В В Книге Первое Царство Голиаф Сказал Если Побреже К микрофону Встаньте Что-то Плохо Слышно А Почему После Победы Над Голиафом Филистимляне Все Еще Воевали С Израилем Вот Так Вот Делали У меня Тут Знакомый Один Играет Биллиард Мусульманин И говорит Да Если Ты Победишь Я Приму Мусульманство А Если Я Побежу Ты Примешь Христианство Кто Тот Не Примет Никогда А Он Если Примет Ему Башку Отрежут Ну Это Дурь Как Говорит Да Дурь Непростая Собачья Кто Накормит На Того И Лает Это Пустое Все Серьезные Вопросы Задавайте Это Вы Сами Понимаете Что Спаси Христос Аллилуйя Так Отошел Ладно Все Отошел С Богом Игнать Тихо Подождите Мир Вам Можно Вопрос Слышно Можно Вопрос Конечно Вчера С сыном Читали Как Авраам Сказал Господу Ради Десяти Когда Содом Игамору Для Уничтожения Подготовили Авраам Спросил Ради Десяти Праведников Не Как там Написано Ради Десяти Праведников Не Помилуешь Эти Города Вот Он Говорит Помилую Вот И Что Такое Помиловать Если бы Там Нашлись Праведники Города Которые Уже На Уничтожение Что Такое Помиловать Это Первый Вопрос И Второй Вопрос Если В семье Вдруг Ну Появляется Такой Молитвенник Господь Не Будет Спас Эту Семью И Каким Образом Вообще Спасение Людей Которые Идут На Погибель Ну Тут Вопрос Вопрос Уже Готовый Господь Господь Уже Не стал Отвечать Этого Не Было А Как Было Не Знаем Ничего Об Этого Не Написано Каждый Отвечает Сам За Себя Но То Что Праведники Есть Они Оттягивают Срок Наказания Но Обязательно Будет Это В книге Тавита Говорится Бог Отложил Почти Наста Лет И Все Немь Была Поколение Ушло Пришло Другое Может быть Оно Было Даже Лучше Божий План Нам Не Подселен Его Осмыслить Он Сказал Помилуй Значит Помилуй Огонь Не Пролился Бы Каким То Образом Спаслись Может Быть Дети Мы Можем Только Так Предполагать Но Ничего Этого Не Было Господь Отвечал Помиловал Хотя Ясно Дело Миловать Некого Поэтому И Ответа Никакого Нет Все Понял А натягивание Говорит Что На мне Положено Четко И Ясно Помилование Завесит Значит Прощение Прощение Продление Жизни Или Снятие Грехов Тут Все Открытым Текстом Тайны Никакой Нет Вот Почему Старались Хоть Одного Человека В царской России Старались Из семьи Отдать Монахи Чтобы Он За Нас Молился Да Монахи Че Они Молились А мы За Весь Мир Молимся Я Грящу Только За Одних Воробьев Молюсь Я Тоже Молюсь За Весь Мир Мы Перечисляем Правителей Мира Они Не Перечисляют Это Разговор Один Только Надо И Павел Говорит Работать Своими Руками Чтобы Не Быть В Тягость Никому А Он Проповедник Да Молочащие Получают Ходящие За скотом Получают Молоко Он Этого Не Хотел Даже Трогать Туда Приезжают У меня Близкие Люди Были А Я Где-то На Работе Прихожу Домой А Тяпки Они Нашли Тяпки И Уже В Огороде Тяпает Они Вот Так Привущены Поэтому Надо Заранее Готовиться Тем Более Они Делали Смертный Грех Чудовищный Грех Мерзкий Богомерзкий Поэтому Ни на кого Бог Так Не Гневается Как будто Как Вот Эти Гей Парады Однополые Браки Все Это Сатаны А Папа Венчает Уже С Ума Посходили Я Вот Грешный Человек Ну Я знаю Что Ездят Но Не Верятся Неужели Такой Грех Можно Делать Любой Грех Как То Объясним А Здесь Никак Никакого Объяснения Нет Ничего Бессмыслица Чудовищная Ну Однако Вот Пишется Что Такой Грех На Земле Есть Вчера Кто-то Тут Говорит Посещала Больную Там За ней Надо Было Выходить Одна Выписалась А Вам Та Кто Бала Дочь Она Не Дочь Говорит А По Сегодня Мож Сказать Жена Или Мой Муж То Две Женщины Точно Та же Распространяют Грех Игнатий Тихонович Игнатий Тихонович Можно Я тоже Задам Вопрос Это Вот Я Нахожусь В Литеранской Церкви Ну вот Общаюсь Со Славой С Лясян И Лясян Она Там В церкви Сказала Что Она Выходит Из Церкви Я Пока Там Остаюсь Потому Что Я Там Убираюсь И Я Там Служу Господу Тем Что Ну Убираюсь В церкви Но Это Уборка Я Не говорю Что Это Угодно Богу Просто Это Как Мой Стук Богу Где Мне Быть Что Мне Делать Куда Мне Ити Потому Что У меня Такое Неведение И Вот Там Находясь В церкви Вот Могу Ли Я Там Находиться И Молиться За Приход Чтобы Они Все Таки Это Ну Просветились И Познали Истину И Чтобы Вот Они Покаялись Подсиловали Мне Это И Ну Господь Говорит Что Молитесь За Всех Человеков Поняли Да Вот Что Я Хотел Спросить Дело Что Вы Несколько Раз Сказали Я Нахожусь Там Церковь А с Каких Пор Лютеранство Стало Церковью Объясните Мне С чего Ради Вы Награждаете Этим Именем Церкви 1517 Год 15 Столетий Позади Матфея 16 Глава 18 Вести Христос Говорит Я Создам Церковь Не Церковь Церковь Мою И Врата Ада Неодоленная Вратами Ада Врата Ада Это Еретики Так Толкует Святые Отцы Откуда Он Взялся Монах Дал Обещание Монах Обещание Называется Перед Богом И Женился На Монашке Шестерых Детей Прижил И Вот Такого Паганца Даже В городе Держать Нельзя Было А его Просветили Святой Нашли Там Его Туалет А Динаминация Нет этих слов Библии Есть Истина Есть Ересь Церковь Там Где Есть Истина Рукоположенная От Первого Века Вот Католики Православная Григория Армяны Копки Сирис Все Пять Больше Церкви Нету Нигде Все Остальное Выброшено За пределы И Сколько И Сегодня В одной Америке 21 Тысяча Разных Названий И Кажда Церковь Ушли от Православия Там Иконы Там Иконы Нет Ни у кого Баптистов От них Адвентисты От Адвентистов Свидетели Иеговы В Мормонии И Кого Только Нету Церковь Одна Вот На Дом Как Пять Ветвей Растут Это Не Называйте Церковью Больше Литеран Это Не Я Поняла Ага Поняла Игнатий Тихонович Основание Протестантизма Всем Там Уже Однополые Браки Что Только Нету Я Уж Не Говорю Что Там Таинства Вообще Нету У нас Деревня Жала Литеран Я Ее Брал С собой Однажды В Латвию Там Ну И Достали Ей Библию Да Люди Хорошие Все То Ну Какое Отношение К Церкви Это Имеет Если Сказали Церковь Мою Создам То Она Создана Была При жизни Христа И После Жизни Где Вторая Глава Деяния Апостолов Для Евреев Половинка Двери Открылась И Десятая Для Язычников Корнили Вот И Все Работать Ты Можешь Все Кому Сказать На Себя Считать Что Ты Спасаешься Никак Нельзя Вы Должны Быть Церкви Где Есть Таинство Где Причастие А У них Этого Нету Вот Хлеб Взяли Они Хлебом Остается Взяли Вино Вино Вином Остается А Господь Говорит Вино Против Тела Вот Я беседую С баптистами Они Они Не верят В такое Называется Пресуществление Когда Хлеб Превращается В тело Они Не знают Этого Вот Так Можно Конечно Быть И Работать И Я не знаю Как Вы Выдержите Нет Это Но Знаете Твердо Это Не церковь А Иоанн Апостол 2 глава 47 стих Кто-нибудь Прочитайте Господь Ежедневно Прилагал Спасаемых К церкви К церкви Вот 5 Которые Прилагал Зачем Прилагать К церкви Образовал Новую Какую-то Организацию Как Мартин Лютер Как Джон Смит Елена Уайт Свидетели Адвентисты Седьмого Дня А здесь Господь Прилагал Он Уверовал Принял Крещение Уже Где-то Акфилип Прилагал К церкви Церковь Это корабль О чем Пишет Петр В первом Послании 3 глава Там 18 стихи Корабль А это Не корабль Это щепка Притом Щепка Очень грязная Восстание В церкви Ну и так Понятно Я вот Говорю Что Монашество Это не Божье Установление Но однако Есть Я не Отрицаю И вот У нас Парень Был Ну такой Он Видный Голос Такой У него Ну и Надумал Жениться Она Девчонка Такая И она Ему Отказала И он Взял И принял Монашество Ну ему Принять Монашество Там У дяди Его 10 детей Что ли Было Ну то есть Активный Такой Семейной Жизни Ко мне На дом Пришел Как Теперь Никак Но вы же Против Монашества Нет Ты ошибся Я за то Что мы Монахи Трудились Для Бога Проповедовали Ходили Монахи Это здорово Но этого Имени Не было Парел Говорит Женатый Сопотится О мирском Как угодить Жене А не Женатый Это как Монах Мона Мона Один Монах Как Господу Вот ты Давай Для Господа Я думал Жениться Никак Ты уже Принял Обещание Он ушел Женился Развелся А теперь Его уже Никто И сана То нету Но у него Голос Хорошего Белорусский Театр Приняли Баритон Или что-то Ну здорово Поет Толстенко Петр Петр Васильевич Я близко Его знал Он такой Хулиганистый Был Я его даже Из лагеря Выгнал Однажды Родители Отправляли Ко мне А он Из баптистов Отец И мы Беседовали Он обратился К Богу И стал Православным Священником А отец У него Баптист Был Пресвитер Как называют Но это Фальш Одна Не Пресвитер Лже Ну все А вот Это Еще один Такой вопрос Я поняла Да Ну в общем Я это Как бы Испытаю Себя Смогу ли Вот Нести Вот этот Молитвенный Труд Потому что Вот сейчас Слава Говорил Что выйди Из среды Да Вот Еще один Такой Вопрос Вот В писании Написано Да Что Господь Преломил Хлеб Да Ведь Да И раздал Ученикам И сказал Сие Есть тело Мое Я читала Когда Библию В общем-то Я и представляла Что преломил Хлеб Потом Со временем Почему-то У меня возник Вопрос Почему Сейчас Вот Допустим Режут На кусочки Хлеб Да Причастие Дают Или Все-таки Надо Преломлять Его Может быть Это И не так Важно Не знаю Но вот Как на это Смотреть Вещина Такая Колдуны Уносили Уносили Даже в рот Брали Чтобы Колдовать Причастие Дело Поэтому Иоанн Златоуст Вел Чтобы Вот такой Порядок Был Не каждый Знает Как Ну и Что Я тоже Такой Вопрос Задаю Тут Ничего Не Меняет У него Такая Специальная Пика Он там Вырезает Поминает Где-то Ну В алтарь Я не лезу Не заглядываю Я в это Верю На этом Доказать По писанию Это нельзя Никак Преломил Ну и проще Было бы Преломил И дал Павел Так делал Но уже В конце Четвертого Века Было вот так Литергия Иоанна Златоуста Угу Угу Ну хорошо Спасибо большое Слава Богу С Богом С Богом Аминь Спаси Христос Благодарим За все труды Аминь Спаси Христос За молитвы Аминь Спасибо Христос Благодарю за молитвы Слава Христу Вопросы Если есть Можете задавать Пока Игнатий Тихонович Здесь Да Пока Игнатий Тихонович Мир Вам слышно? Слышно Михайлова В Священном Писании Написано Что Жена Украшает себя Не плетением волос Ну и тогда А приобретает мужа Я не точно скажу Приобретает мужа Для Бога Своим кротким И тихим Житием Ну там По другому написано Ну В общем Мысль примерно такой Вот И я увидела Что я Я нахожусь В послушании У мужа Уже давным Давным Давно Сама встала На этот путь Послушанию мужа И что я увидела И То есть Он вообще не приобретается Он еще больше Теряется Мой муж И Какие-то рамки Были А теперь Они вообще Все рамки Снимаются И он Становится Похож Вообще Просто страшно И Мой сын Старший Говорит Мама Вот ты как начала В храм ходить У нас в жизни В семье Изменилась До неузнаваемости У нас нет мира Вообще Никогда Отец Просто невменяемый Это уже Давным Давно И ничего Я там Молчала Смирялась Но он просто Детей Начинает К этому Подтягивать К своему образу Жизни Детей Я вижу Что я одного Ребенка Почти потерял А теперь Он за второго За маленького Взялся Вот объясните Мне Что это Какое Что мне С собой Делать Я не знаю За мои грехи Я понимаю Но чтобы мне Детей Не потерять Видите Вы перед Богом Это все делаете Это Петр Говорит А Павел Говорит об этом Откуда ты знаешь Жена Не приобретешь Не мужа То есть вам В обязанность Не поставлено Его обращать Ваша награда Тем больше Потому что Вы никакой радости Не видите От своей Истинной Христианской Жизни Будьте Спокойны За собой Смотрите Делайте Делайте Как положено А остальное Бог усмотрит И не вздумайте Там Как вы говорите У вас вижу Сильно Недовольство А где же Бог Куда смотрит Бог обращает И он знает Вот одна Жена такая Была И она Только последний Раз Ну видит Что он уже Что попало Там делает Он говорит Ну разведусь Я с тобой Она говорит Я согласна Даю тебе развод Но только Ты мою просьбу Одну Выполни Ну думаю То какую Выполни А какую А помнишь Первый раз Когда мы шли Там из церкви Или там Из ЗАГСа И ты меня На руках На третий этаж На руках Нес Ну что Я прошу тебя Сделай это Еще один раз Откуда Она то узнала Что надо делать И когда Он ее Принес В комнате Зашел А она не может На кровати лечь Он понял Что у нее Рак В последней степени Он заплакал Обратился Так Сенюшка Успокойся Одна вот так Вот молилась Все время Но муж Ей красавец Такой был И она все ждала Когда он обратится Муж то И вот она придет Тогда в храм Ей все до этого Сочувствовали Ксения Да как ты терпишь Что он одного Ребенка испортил Там теперь второй И она А он красавец Такой И вот он Заболел Он в обществе Знания Силы Антирелигиозник Был Анти И вот Заболел он И Попросил И говорит Там Ксения Как назвала Возьми Книгу Почитай Почитай Затал Затал Почитай Ты жена Спасите Христос Так Никого Больше Нет Отошел Аминь Спаси Христос Благодарю За труд Игнать Тихонич Доброе утро Доброе Хотел узнать Ваше мнение Вы читали Книгу Или Тропион Какую? Или Что-то Не идет Звук От Райки У кого Хорошая связь Передайте Пожалуйста Ну Кто передает Еще Какую книгу То ли Ищет Или Или Тропион Ну да Это Подсолнечник Называется Переводит на русский язык Это Иоанна Тобольского Хорошая книга Очень хорошая Считается Что Головка Подсолнечника Подворачивается За солнцем Идет И вот так Человек должен Куда бы ни пошел Что бы ни делал Смотреть на Господа Очень хорошая книга Ну Сейчас читаем Спаси Христос Да Я кажется Ее насчитывал Теперь уже Не помню даже То ли считал Ее насчитывал На пленку Распространял Не потому Хорошая Что он Канонизирован А Хорошо написано По сути Видно дело Что это говорит Человек знающий Путь в небо Так Вопросов Больше нет Отхожу Игнатих Подождите С миром Такой вопрос Я всегда Читала Евангелие С той позиции Что Я бесконечно Грешная И вот Я нахожу На исповедь Исповедуюсь И опять Я бесконечно Грешная А оказалось Там Что рожденный Свыше Не грешит Оказалось Это вот Я вот Только недавно От вас узнала И теперь уже Все там Перечитывается Как бы По-другому И В связи с этим Такой вопрос На утренних молитвах Мы читаем Каждый день Злое же Творя не перестаю То есть Я не перестаю Злое творить Это ежедневные Утренние молитвы И второй вопрос Отсюда же Чтобы все Вместе Соединить У Сираха Написано Не укоряй Человека Обращающегося От греха Помни Что все Мы находимся Под епитемиями Вот Если человек Рожденный Свыше Не грешит Под какой Епитемией Он находится Если написано Все мы Находимся Под епитемией Под какой Епитемией Рожденный Свыше Находится Под наказанием Под казнью Божией Потому что У Бога Другая шкала Эти шкалы Которые Под составлены Это по мере Того Как открыто Было Он Бог И в ангелах Усматривает Недостатки И на солнце Есть пятна Поэтому апостол Павел Когда говорит Что все Мы много Согрешаем И Яков Говорит об этом Все Не все Касается Каждого Природы Человеческой И здесь Когда Написано Молитву Прости меня Грешного Я Много Грешного То Другой Мы Будет Суд Божий Будет Отос Он в огонь Вечный Он умер Отпереди Зарубки Какой Ей рай Когда Щада Туда Но в ней Будет То же Чувство Что во Христе Она Будет С гневом Смотреть На него И вот Это Теперь Надо С одной Ступени На другую Переходя Да По-человечески Я ничего Плохого Не делаю Я Распоряжаюсь Даже Самым Малым Для себя Десятину Оставляю А наоборот Девяносто Отдаю Но Во Чах Божьих Все Его Ни одного Процента Высчитываю Те же самые Молитвы Но Не грешит А означает Умышенно Я не могу Этот грех Делать Мне он Противен Вот сегодня Один хороший Человек Встретился Ну как Бросить Курить Ну давай Помолимся И ты Бросишь Его Как Я и брошу Только поверь Когда я скажу Аминь И ты говори Аминь И сразу Закуривать И нет Мне в руки Брать неохота Ну вот И весь сказ А дальше Ты держись Скажи Еще так Начинай Говори Аминь Наша молитва Где Мы призываем На помощь Бога Я его храм Он говорит Придем с отцом Обитель сотворим Какой обитель Когда там Страшно смотреть Почему Ян Кронштадтский Говорят Он курил Не знаю У меня была книга Очень большая Редкая книга Прям Вся посвященная Яну Кронштадтскому Это 780 страниц Какие он терпел Там Как его вызывали Где-то Кого-то прищищать А потом чуть не убили Там Что курил Нет Он говорит Уста курящего Демонская Кадильница Говорят он Сам себя приговорил Зачем это повторять Но мы не можем Грешить Не можем Это Настолько противно Любой грех Вот перечисли Грехом Сколько там Ну 700 Там 800 На любой грех Верующий Туда не тянет Я не могу Это делать Даже за большую сумму Я этого делать Не буду Я прощаю врага Молюсь за врагов То есть Это вершина Любите врагов Но молюсь одно Но любить Это совсем другое Я молюсь Потому что Мне написано Но Я чувствую Что Сердце мое Здесь не может Достичь той Величины Которой Бог призывает Любите врагов Его Когда он по сегодняшний день Делает всякие пакости Ну просто Сказать нельзя Увидеть ребенка Старается ему Какую-то гадость Сказать Ну и проще Я говорю Пример Это не из жизни своей Никак Достичь этой вершины Никак Будьте святы Как я свят Ну кто может быть Свят как Господь Бог Ни ангела Никто Но нам задача Стоит такая И вот Когда мы это считаем Мы должны Как бы лавировать Вот здесь Да Господи Я не могу достичь Но я стремлюсь К этому К греху не иду Рожденный от Бога Не грешит По меркам Которые Бог дал Для человека Вот все Все Спаси Христос Аллилуйя Вот заходят люди И каются Ну не дождешься Где-то Что там Батюшки О ней тоже И грехи рассказывают Зачем ему надо В ведении И в неведении В уме И в помышлении Умышленно Я никого Не трогаю Совсем даже Я только молюсь Да о враге В первую очередь Да как бы ему Допро сделать Да как бы он Не умер Без покаяния Но перед Богом Комар Мошкара наша Вся Вот так Еще вопросы есть А то уйду Последний маленький И вот мне Я когда к нашему батюшке Подходила Говорила Батюшка А почему вы на меня Епитимию не накладываете Потому что грехи у меня Тяжелые А он говорит Твои страдания В жизни Это и есть Твоя епитимия Отчасти он прав Да конечно Много значит Но только Вот Была такая Ну допустим Я называю Не конкретно Лаура Какая-то В прошлом веке И она как приходит В церковь А ей Ну как там муж Ты обратился Да нет не обратился О беденькая Да как ты страдаешь Ты мученица настоящая И каждый раз такое Однажды она услышала Проповедь Начни с себя Ты виновата Почему у тебя муж такой И она пришла Упала перед ним Да прости ты меня Прости Месяц не прошел Он пришел в церковь Вот это вот Самое жаление у нас Это Ну бороться с этим надо Вот что сказали А сказали неправильно А ты промолчи Сказали А ты подумай Может за этим что-то Кроется Может есть А нет Поблагодари Бога Не надо никаких Оправданий Вот самооправдание Это просто беда Какая-то Сказали Ты хотя бы дня Два-три Подумай о том Что сказано было Если раньше Не было сказано И поэтому Она покаялась А теперь С мужем ходит Храм И он принял все И получил Рождение свыше Такой Хороший муж Оказался А так Она его выставляла Вроде палача Мучителя А она Умница такая Вот так Все Поняла Спаси Христос Так смотри Какая Петемья Ну никого нет Отошел Аминь Спаси Христос Аминь Аминь Спаси Христос